Вечер Добрый Вечер Добрый Вечер Добрый Вечер Добрый Вечер Добрый интернет, знают о акции Снегу-рим. Я почему-то говорила Снегу-рим, Снегу-рим. Оказывается, Снегу-рим. И вот именно об этой акции сегодня нам будет рассказывать Рудольф. Рудольф, тебе слово. Рудольф, скажи, ты решил сделать добрые дела под конец года, потому что Дед Мороз обычно спрашивает, как кто себя вёл в этом году, и ты решил так. Я на табуретку просто потом не хочу вставать и стих читать во время Нового года, поэтому решили заранее сделать добрые дела. Хорошими делами прославиться нельзя? Да, но мы же не как шипокляк. Почему мы сразу так вот жёстко? Надо делать хорошие дела, и поэтому мы их немножко делаем с друзьями, товарищами. Я так рада, что в нашем городе есть люди, которые бескорыстно, безвезвездно готовы совершать добрые дела. Не, ну каждый житель Перемьев может поучаствовать в этих добрых делах, каждый может поучаствовать в нашей акции. В общем-то, для этого не так много надо. Так, давай поподробнее с этой во место. Акция называется «Снегурим». «Снегурим». Это значит, что вы все переодеваетесь в «Снегурочек» и разбегаетесь по городу. Ну, не совсем так. Я думаю, многие из вас уже слышали об акции, которую каждый раз проводит Дима Жебелев. Это акция «Дед Морозим». В общем-то, суть ее заключалась в том, что собирались пожелания детей на Новый год, как правило, из каких-то там социально неблагополучных семей, либо детей, которые не могут осуществить свои мечты на Новый год. И, соответственно, им Перемьевки собирали подарки на Новый год. Мы придумали... Вернее, мы с друзьями подумали, что не только дети из таких семей нуждаются в ощущении Нового года. И посмотрели ситуацию по Пермским больницам и поняли, что в Перми к Новый год больницах могут встретить порядка полутора тысяч детей. В саму новогоднюю ночь? В саму новогоднюю ночь. А детей же разбирают по домам? Но не всех детей могут разобрать. То есть, во-первых, есть дети, которые из края, то есть их вообще тяжело забрать, да. Есть дети, которые находятся в каком-то там, ну, допустим, тяжелом состоянии, на специальном лечении, соответственно, они не могут покинуть пределы больничных городков. Поэтому мы подумали, что вот эти вот 600 палат, которые есть у нас в городе детских, в которых дети могут остаться на Новый год, их нужно как-то украсить, подарить детям ощущение Нового года. Соответственно, для этого мы придумали вот эту вот акцию «Снегурим». Суть ее заключается в том, что мы не дарим подарки, да, мы не собираем какие-то там пожертвования, еще что-то, мы украшаем эти палаты, создаем ощущение Нового года. Украшаем их с помощью елочек небольших, украшаем их с помощью вот такой вот мишуры, украшаем с помощью шариков и других не бьющихся украшений. Соответственно, где нам взять столько украшений мишуры и шариков, мы предлагаем всем пермякам поучаствовать в этой акции, приносить, ну у всех, я думаю, завалялась куча всевозможных новогодних игрушек, мишуры, елочек и так далее маленьких. Соответственно, мы предлагаем пермякам приносить либо вновь купленные, либо уже, которые они использовали ранее, мишурую елочки и, да, вот так замечательно украсили. Ой, молчу, да хоть это, чтобы красивое было. Частое, да. И приносить их в точке сбора подарков, которые затем будут переданы в больницы и волонтеры украсят палаты. Пилотной площадкой является краевая клиническая больница, детская. Ну, если у нас будет больше игрушек, чем мы планируем, больше украшений, то мы пытаемся украсить еще целый ряд больниц в городе Перми. Так, пилотный, это то есть таз, который вы начнете украшать. Таз, который мы начнем украшать и связано это с тем, что в первую очередь дети в краево-клинической больнице, да, они, как правило, не могут уехать домой, потому что они все из края, из дальних районов нашего края и, соответственно, им тоже хочется ощущения праздника. Ну, да, это все очень круто, скажи мне, и много таких волонтеров набралось у вас, откуда эти люди приходят, берутся, откуда узнают о том, что требуется их помощь. Ну, смотрите, в первую очередь, да, кто такие волонтеры, которые будут украшать. Волонтеры, которые будут украшать, это, во-первых, члены оргкомитета, которые, ну, вот вместе со мной организовывают эту акцию. А много у вас организаторов? У нас порядка, ну, где-то 6-7 человек, то есть это как есть несколько бизнесменов, несколько общественных деятелей, несколько журналистов, которые помогают, в том числе, кстати, Дима Жебелев. Нам очень часто задают вопрос, и Диме тоже задают вопрос по поводу того, что не украли ли мы у него идею акции, да, с Дедом Морозем. Он уже неоднократно написал там в своем твиттере, что ребята, я поддерживаю эту акцию, я сам являюсь членом оргкомитета, и, в общем-то, никаких проблем мы не испытываем. Более того, мы пиарим его ресурсы, он пиарит наши ресурсы, и таким образом, ну, мы надеемся, что и та, и та акция пройдет успешно. Да, вот, конечно же. Яна, я пиарю тебя, ты пиарь меня, и все мы сейчас пиарим Снегурим и Дед Морозем. Мы сегодня больше про Снегурим, да. И, соответственно, плюс волонтеры, это наши партнерские общественные организации, да, которые будут украшать палаты детей. А если говорить про то, от кого мы ждем, там, именно ну, вот эти вот елочные игрушки, мишуру, елочки, да, то это, в принципе, любой житель края, любой житель города Перми может прийти. У нас есть пять точек в городе, это... Давай, расскажи. Да, мы запишем, запишем, запишем. Запишите, да, то есть, у нас есть две точки в центре города. Да, это бизнес-центр привилегий, отдел Mailbox. Ну, это рядом с вами дома. Ну, вот прям, бери всю свою корзинку с новогодними игрушками и неси туда напротив. Это чайно-кофейный магазин Унция на Компросе, внизу на Компросе. Это три торговых центра, то есть, это торговые центры Кит, это торговый центр Земляника на парковом, и это торговый центр Столица. В них, если вы хотите найти точку сбора, то ищите аттракцион 5D небеса, ну, по-моему, он везде там на втором или на третьем этаже, и рядом с этим аттракционом обязательно будет точка сбора подарков для детей. Ну, наверняка любой человек, работающий в этом торговом центре, укажет. Да, 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 конечно, охранники, все, в принципе, знают там сотрудники. Конечно, что там, красивая девочка в костюме снегурочки. Там, как правило, объявления, и работники, которые, ну, соответственно, там, либо это отдел Mailbox, либо это отдел небеса, да, то есть, они принимают эти подарки, принимают, все это в едином стиле оформлено, то есть, в принципе, эту точку всегда можно найти. Ну, и что, какой резонанс получила ваша акция у народа, как люди реагируют? Люди реагируют, в целом, позитивно, да, если там, ну, исключить момент, что, конечно же, кто-то считает, что это делается все в каких-то корыстных политических там или околополитических целях. О-о-о! Вот, в целом, люди... Никто не верит в то, что есть. В целом, люди реагируют позитивно, кто-то спрашивает, задает вопросы, кто-то делает перепосты в социальных сетях, то есть, ретранслирует наше сообщение, кто-то просто приносит елочные украшения, игрушки, елочки, то есть, каждый вносит какой-то свой вклад. Плюс нам помогли ребята, которые являются, ну, проект известный в интернете Чика из Перми, да, то есть, это Арсен Абдулов, они сняли для нас вполне симпатичное видео по, ну, с рэп-композиции на данную тему, и это видео также расходится сейчас по социальным сетям в Перми, по контакту, по твиттеру. Чика из Перми, это то, о чём я думаю. Это то, о чём вы думаете, но в этот раз ребята сделали нам всё очень культурно-цивильно, мы их попросили, они из благих побуждений сделали вполне симпатичное видео. Да, такое ничего себе качественное, я его тоже посмотрела, так что каждый может посмотреть, я, наверное, себе его скопирую, у меня на страничке, и я не закину тоже, ну, и у Рудольфа, естественно. Даже, по-моему, группа ВКонтакте у вас есть? У нас есть группа ВКонтакте, она называется Снегурим, у нас есть аккаунт в Твиттере, поэтому можно фолловить, можно смотреть, можно выходить на любого из организаторов, в частности указаны, во-первых, вы можете через социальные сети найти нас, плюс в группе есть контакты основного организатора, это Лёша Шаков, вот, Лёша Шаков всегда может вас ориентировать по любым вопросам. Ну, мне кажется, вопрос просто один, давай... Куда нести, и как, да, обычно так и задают эти вопросы. То есть, в принципе, миссия тех людей, которые решат поучаствовать в вашей акции, она заключается только в том, что они должны принести свои игрушки, или они могут потом затем как-то ещё... Если у человека есть желание помочь нам в дальнейшем в украшении, то есть, поступают и такие вопросы ко мне, в частности, очень много там девочек пишут, а можно я приду там к детям, можно я помогу украсить вам это всё, нужна ли вам какая-то помощь? Мы, конечно, отвечаем, да, помощь нужна, пожалуйста, приходите, мы обозначим время и место, мы записываем все их контакты, и затем мы, когда уже закончим сбор, и когда волонтёры в костюме Дедов Морозов и Снегурочек и их помощников пойдут поздравлять детей и украшать их палаты, соответственно, мы привлечём всех этих людей, кто нам выразил поддержку для украшения палаток. Ага, когда предполагается завершить сбор? Сбор стартовал 3-го декабря, завершается сбор 21-го числа, то есть, есть ещё неделя минимум, даже чуть побольше, соответственно, ну, мы планируем, что ближе к концу акции будет основной наплыв, как обычно у нас, подарков и украшений. Все сейчас будут украшать ёлочки, а всё, что останется, можно будет со спокойной душой отнести. Без нервов. Да. Ну и плюс у нас… Сколько украшать-то будет? Бизнес постепенно активизируется, да, там, причём, ну, разные бизнесмены, да, тоже выходят с предложениями. Я думаю, бизнес. Да, причём кто-то предлагает просто пожертвовать деньги, допустим, мы им отказываем, говорим, ребят, нам не надо платить деньги, да, не надо нам передавать средства, вот хотите, если помочь, да, съездите в любой торговый центр, закупите мишуру, игрушки, ёлочки и привозите нам именно в таком виде, чтобы не было потом никаких вопросов. А затем, такой меркантильный вопрос, а затем все вот эти украшения, они останутся в больнице для того, чтобы они могли, как положено, каждый год доставать и украшать? Да, мы надеемся на то, что, ну, и в принципе, у нас есть поддержка со стороны городского управления здравоохранения, есть поддержка со стороны больниц, в которых мы планируем действовать, они все очень заинтересованы в этом, и, соответственно, мы надеемся, что большая часть игрушек благополучно переживёт год и сохранится до следующего Нового года, мы насобираем ещё игрушек, и, соответственно… Здорово было бы регулярно, да, такое. Конечно. Интересно, будут игрушки проходить какой-нибудь санэпидем-контроль, потому что, ну, мало ли, вдруг у меня в этой мишуре клещ за год завёлся, и надо будет его продемонтировать. Естественно, что мы проведём необходимые процедуры, согласуем с руководством, с персоналом больницы те моменты по украшениям, потому что, мы сами понимаем, да, мишура, она всё-таки, может быть, горючая, я не знаю, она может быть какой-нибудь неправильно обработанной, ещё что-нибудь, да, там, шарики могут быть принесёнными, там, шарики могут быть из стекла, например, да, то есть они могут быть бьющиеся. А это, соответственно, да, детское учреждение. Продолжаем, мы говорим, нет? Сейчас посмотрим? Сейчас что-то посмотрим. Сейчас ролик посмотрим. Посмотрим ваш ролик, чтобы не быть голословными. Хо-хо-хо, хо-хо, хо-хо. Снег под ногами, деревья все в белом зимой, солнце светит ярче, чем летом. Все в ожидании праздника главного и деда с красным мешком бородатого. Кто-то встретит в Новый год дома, семья и подарки для мной, как Сёма, но не всем улыбнуло. Счастье такое, его будут встречать дети в больничном покое. Они верят в то, что всё, они пишут письма, мечтают на нарядной ёлке из мультфильма. Они лишь хотят, чтобы чудо свершилось, и реальность устала... всё, что приснилось. Пожат дети больницы в голых палатах и ничего не видят, кроме белых халат. Но мы можем подарить ей Новогоднюю сказку. Доктора Мороза надеть на себя маску... Новогодние шары ёлки и мишуру... Подарите каждому, в больнице, малышу, на пяти таш, к сборам мы дежурим. Зайдите на БК, точка ком, с наш, снигу. Новогодние шары ёлки и мишуру! Подарите каждый, малыш, на пяти таш, к gång с ваш, нигурим... Мы дежурим... — Хе-хе, выздоравливай, больше не болей! — Если нужно будет сделать аудиоролики, я их сделаю с огромным удовольствием! — Яна! — Кто в теме знает, что я отныне стала великим звукорежиссером, поэтому... — Слушай, сейчас у тебя посыпятся камни от реальных матерых звукорежиссеров. — Да, что касается непосредственно сбора игрушек, то вот такие вот пластиковые штучки — это в самый раз. Стеклянные бьющиеся игрушки — они совершенно бесполезны, потому что, сами понимаете, для детей в детские учреждения стекло — это опасно. Ну а всё остальное — ёлочки, там мишура. — Наверное, всё равно, если бы новенькое было, это было бы действительно лучше. Здесь и пыль вот у меня там на антресолях скопилась. Ну, в любом случае, может быть, там... Их прокворцуют, и всё будет нормально. Всё равно несите, конечно же. — А какие-нибудь мандарины, апельсины, конфеты — это тоже приветствуется или это чебата аллергии? Потому что наверняка родители всё равно добрые не оставят своих детей без... — В качестве там... Ну, я знаю, сейчас есть тренд там, да, в украшении ёлочек многие украшают мандаринами, конфетами. Новый такой прикол, да? — А новый! — Ну, всё новое, хорошо забытое, старое. — Ну да, вернулось. — У неё бабушка. — Соответственно, тут это, ну, если как чисто декоративный элемент, это ладно, да, но так в целом это не очень приветствуется, потому что, во-первых, ну, у нас есть определённый срок, это ещё две недели, они за это время все там у нас могут подпортиться и так далее. И плюс, ну, там, в детских учреждениях, как правило, там, тем более в больницах, у них особый режим питания, особая диета обычно у детей, и вот все вот эти мандарины, которые могут быть аллергенами, да, там, тем более сладкое, которое тоже также не является нам полезным, я думаю, что это, ну, не очень будет приветствоваться врачами, поэтому мы, да, мы не рекомендуем это приносить. — Кто-нибудь там отравится каким-нибудь тухлым йогуртом, а скажет, вот они принесли свои мандарины, это вот у детей там началось от мандаринов. — Если всё-таки вам принесут конфеты, то я готова ценой своей собственной жизни и здоровья спасти детей от аллергии, от ожирения. — Нам сегодня принесли конфет. Девочки, вам передали конфет? Нет, не передали. Передайте конфет. — А, мы же вам конфет. Пять штук нам конфет передали. — Леденцов, да, с осадью. — Да, тут надо сказать ещё про ёлочки. Ёлочки мы просим приносить размером до 50 сантиметров. Не надо, ёлочки большие, там кто-то приносит метровые и так далее. Их просто, во-первых, сложно установить в палаты, во-вторых, они не очень приветствуются руководством больниц, потому что это всё-таки габаритные уже. — А в холле, если? — Ну, в холле это, конечно, возможно, но, как правило, в больнице всё-таки какие-то ёлочки в холлах уже стоят, да, у них есть они, как правило. Мы всё-таки просим украшать палаты, поэтому мы просим приносить людей маленькие ёлочки не более 50 сантиметров. — А мне интересно, сейчас в больницах какие-то существуют праздники новогодние? Потому что я, к счастью, 200 миллиардов лет не лежала в больнице, но когда я была совсем маленькой, я помню, что я лежала, видимо, под Новый год, и там готовили какое-то новогоднее представление. Меня даже заставили танцевать. — Заставили. — Естественно, к счастью, я ни разу в больнице на Новый год не оставался, но из того, что мы общались, мы понимаем, что всё равно какие-то процедуры поздравления есть, то есть всё равно персонал и родители детей, которые остаются на Новый год, они как-то стараются этот праздник всё-таки отпраздновать, стараются для детей какое-то там представление и так далее создать. Ну и плюс какие-то благотворительные организации также проводят там свои поздравительные акции, поэтому, в принципе, процедуры определённые есть в праздновании Нового года в больницах, но без вот украшения палат, да, это всё-таки кажется, наверное, неполным, потому что дети отпраздновали где-то в холле и разошлись каждый по своей палате, а надо сказать, что палаты у нас в больницах оставляют всё ещё желать лучше. К сожалению, да. А вот интересно, сам процесс украшения, он не будет представлен как какое-нибудь микро-шоу, так скажем, нано-шоу? Ну, то есть там, например, пришли, может быть, клоуны какие-нибудь? Придут обязательно Дед Мороз и Снегурочка, обязательно придут там волонтёры, может быть, они будут там в колпаках гномиков, может быть, ещё как-то. Это сейчас, ну, мы обсуждаем и придумываем. Если у людей, которые хотят нам помочь, есть какие-то весёлые, здравые идеи, как это можно организовать, может быть, кто-то хочет предложить там свои услуги в качестве, я не знаю, ведущих каких-нибудь, да, там есть какие-то креативные идеи, да, то мы готовы рассматривать их, готовы общаться со всеми желающими, поэтому мы только за эту идею. Ага, так смотри, значит, 21-го числа. Заканчивается сбор. Числа какого-нибудь вы уже пойдёте украшать вместе с волонтёрами. Да. Ну, надо, в общем, всё, потому что, мне кажется, огромное количество у нас в городе креативных людей, вот мы сейчас говорим об этом, а у них в голове уже, помимо наших идей, возникло своих 20 тысяч идей, как что-нибудь это сделать. Вот те же фотографы, сейчас же столько девочек-фотографинь, которые обожают фотографировать детей. Ну, мальчиков, ну, вот я больше как-то с девочками-фотографинями общаюсь, и их просто тьма, они все любят детишек, почему бы вот им не пойти и не пофотографировать как-нибудь? Пожалуйста, да, они все могут обращаться к организаторам акции, которые есть в группе, которые есть в Твиттере, они могут предлагать свои идеи, мы ни от чьей помощи отказываться не будем, если идея здравая, мы, конечно же, её предложим и будем реализовывать. А кому предложишь? Нет, ну, мы, во-первых, согласовываем наши акции с руководством больниц, потому что все равно есть определенные процедурные моменты, да, вот, мы это все будем обсуждать, и, ну, естественно, я думаю, любая позитивная идея будет реализована. А интересно, как в инфекционную больницу? Вас, наверное, не запустят? Да, кстати. Мы, ну, на данный момент, да, то есть все будет зависеть от масштаба того, сколько мы соберем, пока в инфекционную больницу мы не планируем, естественно, идти. И даже если мы все-таки, ну, сможем туда и решим этот вопрос, то, понятно, мы согласуем это все с персоналом и, там, предпримем необходимые меры, там, защиты, предосторожности детей. И, прежде всего, детей от нас, заразителей. Там такие страшные жуткие меры, я как-то лежала в детстве в инфекционной больнице, я в детстве болела очень много, и куклу, которая со мной лежала в больнице, не разрешили забрать. Велели оставить. Это была моя трагедия, это после этого я себе дала, дала себе слово закаляться и не болеть больше никогда. Кукол не напасешься во всей больнице. Действительно. Самое главное, конечно, счастье для родителей, это чтобы ребеночек их был здоров, но если вдруг что-то случилось и неизбежно так приходится все-таки ребенка оставлять в больнице, то какое счастье, что есть, опять же, такие люди, которые готовы украсить этот праздник, украсить вообще жизнь, разнообразить каким-то образом. Ведь это же такой ужас лежать изо дня в день в больнице в этих серых палатах, и тут вот день, когда придут люди украшать, это же так интересно, это так хорошо. Вот если бы в то детство, когда я болела, вдруг пришел какой-нибудь человек и начал украшать, это бы, наверное, всю жизнь осталось у меня в памяти как нечто светлое, такое приятное, прям сказка под Новый год. Супер! Ты чувствуешь себя дедом, ну, таким помощником Деда Морозом? Таким дедом с бородой. Я дедом себя еще точно не чувствую, слава Богу, наверное. Хорошо. Ну, мы вообще себя чувствуем просто, ну, мы хотим сделать хорошее дело, по нашему мнению, да, хотим его помочь организовать, и, в общем-то, все люди, которые пришли так или иначе организовывать эту акцию, они пришли туда абсолютно бескорыстно и пришли, ну, просто потому что у них там есть какое-то желание делать город лучше, делать там жизнь людей в городе и крае лучше, поэтому... Рудольф, вот скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь обязательства у этих организаций перед администрацией, например, или перед, ну, вот перед кем-то вышестоящим? Нет, на самом деле никаких, ну, то есть мы никак не были связаны там с администрацией в этом вопросе, это все делается абсолютно там своими силами, своими там информационными ресурсами и так далее, и там материальные какие-то ресурсы. Никакой не требуют? Нет, мы специально не организовывали никакого там юридической формы, да, там никакого ООО, и именно поэтому в том числе мы не принимаем никакие финансовые пожертвования, чтобы не было никакой отчетности и так далее. Это просто там обычное акт дарения одних людей, там, игрушек и елочек, там, на благо больниц там и так далее. Ну, типичная благотворительность без всяких сложных ее форм, да. В принципе, завтра в 13.00 в пресс-центре 59.ru состоится пресс-конференция, поэтому если нас смотрят какие-то журналисты, допустим, они могут завтра прийти в пресс-центр и поучаствовать в пресс-конференции. В 13.00 это пресс-центр 59.ru. Какие молодцы, со всех сторон обхватили все, чтобы люди знали. Да, мы стараемся, работаем. Старшее поколение очень любит говорить о том, что молодое поколение такое стало совершенно жестокое, равнодушное, но вот мы уже не впервые встречаем на нашей передаче ребят, которые совершенно бескорыстно делают огромное количество добрых дел просто для того, чтобы кому-то на этом свете стало лучше жить. Чтобы мир стал добрее, просто прелесть какая-то. Надежда. Может быть, забавные истории, связанные с дарением какие-нибудь есть у вас уже накопились? Кстати, там такая мысль возникла, а 21.00 вы собираетесь закончить сбор не в связи с событиями, которые сейчас обсуждаются? С концом света, да? Да. Нет, это никак не связано, просто мы решили взять неделю на то, чтобы у нас была неделя до 28-го числа где-то, 27-го, когда мы планируем это все украшательство, чтобы мы могли примерно распределить эти подарки, как-то это все систематизировать, привлечь волонтеров и провести уже именно сам процесс украшения. Это никак не связано ни с каким календарем индейцев, либо еще какими-то приколами. Я рада, что вы в это хотя бы не верите. Нет, мы, конечно же, в это не верим. И вам не советую. Яна, выберите эти глупости из головы, взрослая девушка уже. Я просто решила пойти на поводу моды, которые сейчас прямо все же об этом говорят-говорят, а я одна ничего не говорю, и я решила, что... Это она-то не говорит. Трэнди. Это она-то не говорит. На самом деле, не пришел там никакой Дедушка Мороз, мешков? По поводу забавных случаев пока очень сложно это все сказать, потому что у нас все это произошло очень стихийно, вся эта акция. Мы буквально за неделю до 3 декабря только первый раз собрались с оргкомитетом это все организовывать, а 3 декабря уже начали сбор. Пока у нас 5 точек, да, соответственно, там в разных точках, возможно, происходят какие-то свои очень забавные ситуации, но так или иначе все это станет ясно только когда мы это все вместе соберем, уже организуем. То есть по результатам, я думаю, первой акции, естественно, нам будет что вам рассказать. Ой, давай встретимся еще раз. Да, и успешный опыт, и тиражирование, и итоги, и так далее. Да, было бы здорово. Вообще, может быть, ты с детства какой-нибудь такой добрый мальчик всегда говорили, кто хочет вытереть с доски мел? И Рудольф такой, я, я, только я. Нет, такого, наверное, не было, да. Ну, и в этой акции, да, я не буду говорить, что это моя идея, да, в первую очередь, это идея основной организатора, это Алексей Жаков. Вот, соответственно, потом к нему присоединился я, там, такие ребята, как Дима Жебелев, Олег Каневских, 59РУ, Марк Залогин, молодежная политика, и очень много других ребят. Соответственно, это коллективная, да, там, коллективная идея, которую, так или иначе, все по мере своих возможностей продвигают. В частности, там, Степа Ронзин предоставил нам две площадки для сбора вот этих вот игрушек, да, там, еще был ряд бизнесменов, которые предоставили свои площадки для сбора украшений. Поэтому тут нельзя сказать, что это там, да, вот мой проект, там, или еще чей-то, да, это проект наш общий, и каждый действует в нем так, как он может, и так, как он видит этот проект, как он хочет помочь. А организаторы, они просто переняли опыт каких-нибудь других городов, или, может быть, это уже такая тенденция по стране? Мы не слышали о подобной акции, ну, вот так, чтобы она была широко известна. Возможно, где-то, конечно, проводились подобные мероприятия, но… Вам самим это все в голову, как здорово, какая Пермь все-таки, классный город, я все больше и больше убеждаюсь. Ну, естественно, мы ориентировались на определенный позитивный пример Деда Морозим, но тут идея немножечко другая, мы ее трансформировали. А Деда Морозим, эта идея, она самообытная, или вот они тоже как раз… Этот вопрос, наверное, лучше задать организаторам Деда Морозим, то есть… Но, насколько я понимаю, раз их акция уже живет не первый год, успешно тиражируется по России, насколько я знаю, уже, и они выходят на более серьезный масштаб, то я думаю, что все-таки идея достаточно оригинальная, хорошая, и видно, что у нее есть большое будущее, и это, главное, это признается жителями края и приносит пользу. Крутяк, Яна, давай тоже что-нибудь сделаем. Давай. Вот я принесла эти игрушки, ты их заберешь, или мы украсим нашу студию? Ну, это уж как вы хотите, если вы хотите, вы можете передать им в наши точки сбора. Ты не унесешь? Ну. Лениво. Уже закрыто, я думаю, все. Все понятно, да, тоже надо что-нибудь организовать, акцию какую-нибудь добрую. Тут там щенков раздают по квартирам. Нет, ну, щенков раздавать по квартирам, это уже ты передаешь определенные обязательства людям, вместе с щенком. То есть, тут как бы уже сложнее все. Надо что-то более такое, что не обязывает людей ни к чему, а дает им только какие-то позитивные эмоции. Ну, нам надо с тобой для начала хотя бы принять участие в одной из этих акций. Понесем завтра в кит игрушки. У тебя нету старых, а куклы там какие-нибудь не приняли? Все это не, просто игрушки, подарки не канают, так же, как и мандалины. Ну, смотрите, да, то есть, часто идет вопрос, почему вы не хотите принимать подарки для отдельных детей. Ну, смотрите, принесем мы туда, допустим, там определенное количество кукол, принесем мы там определенное количество, не знаю, там каких-нибудь машинок. Как мы будем делить? То есть, детей много, да, одному куклу дадим, другому не дадим, одному дадим большую куклу, да, другому маленькую, там, машинку или как. Это же все сложно достаточно распределить, а дети там могут обидеться, не понять, там, почему ему дали, а мне не дали. Соответственно, мы все-таки хотим, ну, конечно, можно там какую-нибудь куклу Деда Мороза принести, которую мы поставим под елочку, допустим, в палате, да, там, или еще что-то. Но именно вот что-то такое, что так или иначе относится именно к украшению, нежели как подарок одному из детей там выделять. А гирлянды, кстати, они вот, наверное, тоже не совсем подходят? Гирлянды не совсем подходят в том плане, что гирлянды все-таки это электроприпорт, то есть, его нужно все равно, во-первых, сложно найти свободные розетки, да, там, в палатах, уже, как правило. А во-вторых, это все-таки определенная, там, норма пожарной безопасности, это электробезопасности, соответственно, тоже это не приветствуется. Яна, у тебя свободные гирлянды есть? Нет. Где ты ее хотела? На работе, лампочки выкрутить? Я просто подумала о том, что для меня Новый год, это как раз та самая возможность повесить гирлянды по всей квартире, и потом мы их под предлогом того, что красиво, пока не перегорят, не снимают. У меня подруга, кстати, так живет уже много-много лет. Как повесила лет 8 назад гирлянду, так она у нее и горит, и светит, и радует. Приходишь в апреле, у нее Новый год. Ну, ты мне так же, я перед своим днем рождения в апреле, по-моему, елку только, наконец-то, обратно. Ты, я помню, убрала елку, и сразу что-то, что-то, какой-то катаклизм какой-то произошел. Все говорили, меня к Лиле и говорили, не наступает весна только из-за твоей елки, немедленно ее убирай. А мне было так, хорошо-хорошо. Да, и вот пока Яна не убрала елку, все время было много снегомада, снегопада. Шью, а что шьешь? А я шью штаны для Лени Кравица, потому что он ко мне пришел абсолютно голый, трусы ему, конечно же, свои фирменные оранжевые сшила. Ну, в смысле, просто все мои куклы, они ходят в оранжевых трусах, потому что я считаю, что это нонсенс, что кукла без трусов. Так что, в первую очередь, я всегда шью нижнее белье, а уже затем всю остальную красоту. Яна, предложи детишкам, девочкам маленьким, которые приходят в больницу с своими куколками, обновить гардероб их подопечным. Приходишь такая, ты представляешь, что если сама... Мастер-класс? Уроки шитья провести. Да, уроки... Сама по себе придешь, это уже будет праздник для детей. А так они подумают, что я клоун. А какой ты клоун? Потому что у нас родители воспитывают так детей, что если человек яркий, то значит, кто-то непременно из цирка сбежал. Поэтому меня очень травмирует общение с детьми, только с детьми моих друзей, потому что у меня очень адекватные и очень интересные друзья. Вот поэтому, когда я общаюсь со Светиным отпрыском, то у меня всегда только позитивные эмоции, и никогда никаких оскорбительных слов в свой адрес я не слышу. Все-таки... Но все равно нужно, чтобы заинтересовался жираф в твоем время кравит. Надо, чтобы ты тоже что-то доброе не забил. Вот, приходишь действительно, там, девчонки, несите своих кукол, сейчас мы им новые наряды там придумаем. Ну, я боюсь, что, опять же, техника безопасности... Будет нарушена. Ну, что, иголка? Ах, ну да, дети же, они же такие. То есть, если что-то сделать, ну, если только поиграть с ними. Да, в куклы. Опять же, не в твои, ты в свои. Нет, не в мои. Я, к сожалению, своих кукол никогда не дам ребенку добровольно. Ну, что же, Рудольф, все понятно. Завтра, значит, все собираем с антресоли свои новогодние старинные елочные игрушки, выбираем среди них не бьющиеся, не стеклянные, не шуру какую-нибудь, прочие украшения. Если есть у кого-то старый Дед Мороз, которому можно под елку поставить, или маленькая же елочка, несём всё это в точки. Я запомнила кит, землянику запомнила. Ну, и хватит. Кит, земляника, привилегия, столица. У нас на работе, кстати, очень много снежинок сделали своими руками. То есть, буквально из бумаги не нужно даже денег тратить, потому что я думаю, что бумага вот эта есть буквально в каждом офисе. То есть, и ты делаешь эти бумажные украшения, они смотрятся очень красиво, объёмно, вот эти снежинки, и в то же самое время они не нарушают никаких технических безопасностей. Спасибо большое, что ты нам так подробно рассказал. Очень интересно, заинтересовалась я лично очень сильно. Надеюсь, все наши зрители в том числе. Я желаю успехов в вашей акции, собрать нужное количество, и чтобы даже на инфекционку хватило тоже, чтобы вы сходили, одевшись в какие-нибудь костюмы специальные, и украсили те палаты. Постфактум встретимся, я думаю, расскажешь, как всё прошло. Видео какие-нибудь нам предоставишь. Почему не встретиться ещё? Ну, а на этом мы с Яной, пожалуй, будем прощаться, а Рудольф остаётся. Через неделю встретимся здесь, в открытой пермской интернет-студии. Тут был FM Style. Света, Яна, все пока, удачи. До свидания. Пока. Ленин скажет пока. Света, Яна, все пока.